Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Татьяна Викторовна! Как я рада, что попала все-таки на этот вебинар! Да, немножечко техника подвела, но тем не менее я здесь и рада всем-всем-всем! Если вам меня видно и слышно, нажмите на огонечек слева от нашего чата. Также по уходу вебинара я буду в этом чате смотреть ваши сообщения и вопросы. И сегодня, зная, что в эфире бывают и педагоги дошкольного и школьного образования, я буду говорить и для тех, и для других. То есть мы будем говорить и про учебную мотивацию, и мотивацию к познавательной деятельности. Тем более, что несмотря на возраст детей, подходы все равно одинаковые. И все равно вот сам принцип формирования мотивации к учебе или к познавательной деятельности, он один и тот же. Сегодня мы с вами пройдемся по разным областям психологии, потому что я психолог и буду делиться знаниями именно в своей отрасли. Мы поговорим о мотивации с точки зрения нейропсихологии, с точки зрения семейной системной психологии. Я думаю, что для вас будет интересного много. Но, тем не менее, задавайте вопросы, спорьте, соглашайтесь, говорите о своем и наболевшем. Итак, давайте начнем. Что такое мотивация? Мотивы, мотивация, потребности вообще лежат в основе любой деятельности человека. То есть если бы нам, людям, не нужно было ничего в этой жизни, то мы бы, наверное, и не двигались. А если бы мы не двигались, уважаемые коллеги, мы бы, наверное, не сидели здесь, а плавали где-нибудь в теплых морях в виде одноклеточных существ. Потому что мотивация лежит не только в основе человеческой деятельности, но еще и в основе развития вообще жизни. Поэтому это вообще свойство живых организмов, чего-то хотеть. Что касается нас, людей и деток, то у мотивации к учебе, либо к познавательной деятельности есть две группы факторов. То есть две группы причин, которые толкают ребеночка к тому, чтобы учиться, либо осваивать какие-то знания. И это внешние причины мотивации, внешние мотивы и внутренние. Внешние это то, что идет от окружающей среды, прежде всего от родителей и от помогающих взрослых, от воспитателей и от педагогов. Что это такое? Ну, если мы будем рассматривать вот эти вот мотивы как иерархию, начиная с самых крутых, можно сказать, самых взрослых, самых сильных, то первое – это долги ответственности. И вот эти вот мотивы, они начинают появляться у ребятишек, начиная с 5-6-летнего возраста и дальше. То есть я хочу быть умным, я хочу все знать, чтобы, например, быть хорошим сыном своих родителей, например, защитить честь своей семьи. То есть если в нашей семье все умные, и мама мне уже сказала, что в 3 года все умели читать, то значит в 3 года я буду стараться учиться читать тоже. Вот такая вот ответственность. Ну, и это еще и потребность в одобрении и похвале, а вот этот мотив и у дошкольников, и у школьников развит очень сильно. И поэтому ребятки всех возрастов, стараясь угодить взрослым, стараясь, чтобы их похвалили, будут делать очень много и будут стараться школьники получать хорошие оценки, а дошкольники радовать своими знаниями или своими результатами творческого труда. Ну, и самая неработающая мотивация – это страх наказания из внешних. Почему он не работает, я вам расскажу чуть-чуть попозже. И на протяжении старшего дошкольного детства и на протяжении младшего школьного детства у детей начинают вырастать и прорастать вновь мотивы к учебной или познавательной деятельности. И здесь уже тоже некая иерархия есть, и в основе этой иерархии интерес и стремление к познанию. Вот этот мотив у детей, он врожденный. И врожденный он приобретен, то есть на генном уровне. Потому что, опять-таки, всё живое на этой земле стремится исследовать территорию вокруг себя. Но и коли мы, люди, исследуем территорию очень активно, то дети, нормальные, здоровые дети, в хорошем настроении, они всегда стремятся изучать всё вокруг себя. Это внутренний мотив, который есть у всех детей. Следующий мотив – потребность в интеллектуальной деятельности. Это достаточно взрослый такой мотив, он встречается не у всех детей, и он формируется. Тоже расскажу, как его можно сформировать. Это мотив примерно вот как выглядит. Когда ребёночек решает какую-то сложную задачу, он от этого получает удовольствие. И он стремится решать ещё более и более сложные задачи, потому что это ему приносит удовольствие. У меня есть такие детки-интеллектуалы в группах, и они ведут себя примерно так. То есть когда мы занимаемся подвижными играми, играми на коммуникацию, они стоят, дёргают за рубалку уже, за футболку, и говорят, а когда будут, угадайки, а когда будут головоломки? Я говорю, сейчас-сейчас, вот мы немножечко разомнёмся, и будут головоломки. И каждый раз меня этот человек встречает и говорит, а когда будут головоломки? Ну, то есть встречал года два назад, теперь этот человечек перешёл к вполне себе взрослой литературе, и он получает от этого безумное удовольствие. Ну и ещё один мотив внутренний — это радость победы. То есть когда человек что-то делает, и он побеждает, он получает результат, он испытывает радость, и вот это тоже мотив, очень хороший внутренний мотив. То есть ещё раз, чтобы было понятно, второй мотив — потребность в интеллектуальной деятельности. То есть когда ребёнок от процесса решения задачи получает наслаждение, а радость победы — это когда от победы получает своё наслаждение. Вот таким вот образом. Ну и сейчас вопросик, наверное, к аудитории. Такой вот интересный вопрос. Смотрите, с внешними мотиваторами всё понятно. Внешние мотиваторы ходят рядом с ребёнком — это учителя, воспитатели и родители. А внутренние мотиваторы, они где? То есть кто подталкивает или что подталкивает ребёнка к тому, чтобы учиться и заниматься? Как вам кажется? Попробуйте ответить на этот вопрос в чате и посмотрим, а как же считает наша аудитория. Кто? Они же? Нет, подождите, они же? Нет. Внешние мотиваторы — родители-воспитатели. А внутренние мотиваторы, они внутри ребёнка, внутри его психики. Гены и воспитание. Гены, согласна, воспитание тоже, и об этом будем говорить. Спасибо вам, Ирина. То есть генетика на генетическом уровне — это стремление ко всему новому. Ещё что? Личная ответственность, сформированная, да. Желание понять, как это работает, да. Это интерес. Условия, созданные условия — это желание быть лучше других, собственная, да. Это радость победы, оценка друзей. Хорошо, хорошо, отлично. Давайте мы с вами теперь пример старших. Это как раз тоже может быть радость победы, да, потребность делать то, чтобы похвалили. Давайте посмотрим, как это работает. Во-первых, что ещё важно сказать? Что мотивация бывает двух видов, да. Мотивация бывает от и к. Мотивация к — это вот морковка на моей весёленькой картинке. То есть это выглядит примерно так. Если я найду, возьму, добьюсь, преодолею, тогда у меня будет награда. Мотивация от звучит по-другому. Если я смогу, сделаю, добьюсь, преодолею, тогда я смогу избегнуть наказания, быть ненаказанным. Это мотивация страхом. И вот, уважаемые коллеги, вот эти два разных вида мотивации, они работают по-разному. И когда я спросила, кто регулирует ребёнка, когда работает внутренняя мотивация, ответ на самом деле был такой. Это биологические регуляторы поведения, которые есть внутри нас. И называются они таким вот словом нейромедиаторы. Специальные вещества, с помощью которых нервные клетки обмениваются сообщениями. Ну и на данный момент известно несколько групп нейромедиаторов. Эндорфины, дофамин, адреналин, кортизол. Это вот самые-самые известные. И если продолжать этот список, их ещё будет много. И огонёчек мне поставили. Я думаю, что стало интересно. И если мы будем разбирать вот эту мотивацию от и к, то на уровне нейромедиаторов, на уровне гормонов мы увидим внутри организма разную реакцию. Есть сценарий, который условно называется адреналиновый. Если у нас в чате есть клинические психологи или врачи, прошу прощения за то, что я это очень сильно упрощаю. Я не лезу глубоко в анатомию центральной нервной системы. Я даю очень примерную картину. Итак, как работает адреналиновый сценарий? Человек увидел угрозу. Человек понял, что это опасно. То есть, либо какая-то опасность, либо ему сейчас нужно избежать наказания. И в кровь выделяется такой коктейль из кортизола, адреналина и других гормонов, которые называются гормонами борьбы. Иногда их называют. Гормоны бей или беги. То есть, организм готовится к тому, чтобы либо сопротивляться, либо убегать. Но так или иначе, к тому, чтобы спасать свою жизнь. И в чем выражается эта готовность? Эта готовность действует вообще на весь организм. Повышается давление, сахар крови, сердце начинает бить учащенно. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались, когда очень сильно пугались. Мурашки по коже. Когда-то у наших предков была шерсть на этом месте, где у нас сейчас гладенькая кожа. И эта шерсть вставала дыбом в минуту опасности. У нас сейчас мурашки по коже бегут. И вот в этом состоянии человек начинает действовать очень активно, чтобы спастись от опасности. Ну, вы можете себя вспомнить, когда вы за одну ночь писали какой-нибудь диплом, реферат, а то и диссертацию. У кого так было, поставьте огонечек. То есть, собираешь все свои силы, пишешь все это, сдаешь на утро. И потом наступает истощение. И потом долгое время вообще человека из жизни выхлёстывает. И у детей то же самое. То есть, если ребенок под страхом наказания, мама сказала так, ты сейчас вот либо пишешь вот эти вот прописи, либо ты не идешь гулять, не получаешь мороженое, получаешь ремень. Ребенок собирает все свои силы. Он все это делает, и потом наступает истощение. Но кроме того, в этом сценарии есть еще некая физиологическая особенность. Это так называемый коридор сознания. Если человек находится в режиме спасения, то есть бей или беги, то его сознание, его фокус внимания очень сильно сужается, и он как бы оказывается в тоннеле. Сзади него в этом тоннеле опасность, а впереди спасение. И больше ничего по сторонам человек не видит. И вот если жить всю жизнь в таком состоянии, много интересного пропускаем. Но хорошие новости. Есть еще другой сценарий, дофаминовый сценарий. Как это выглядит? Начинается все с азарта и предвкушения. То есть человек увидел для себя что-то очень интересное, вкусное, незабываемое. И он предвкушает, а как будет здорово, если я вот это получу. И тогда тело его подстегивает, выпуская в кровь дофамины, и начинается поиск путей достижения цели. Причем здесь как бы нет вот такого сжатия, как при адреналиновой атаке, поэтому сознание, оно вот такое вот, дивергентное, говорят. То есть человек начинает видеть разные-разные пути и выбирает из этих путей наилучшие. И когда человек достигает чего-то важного для себя, он опять-таки под влиянием внутренних своих гормонов испытывает ощущение блаженства. Вот радость победы – это гормональное состояние организма. Это такой внутренний, в кавычках, наркотик. Наш внутренний наркотик, который вырабатывает наше тело. И если один, два, три раза ребенок испытывает вот это ощущение блаженства, победы, он будет искать путей достижения победы еще и еще. Вот вам и вся внутренняя мотивация. То есть сформировать внутреннюю учебную мотивацию – это значит научить ребенка получать удовольствие от процесса познания. Вот и все. То есть учиться с удовольствием. Ну и давайте сейчас посмотрим, а что может еще ребенку помешать, кроме собственного вот этого гормонального состояния, что может помешать учиться с удовольствием. И в следующую часть нашего вебинара мы будем с вами говорить о том, как не как заставить ребенка учиться, а как научить ребенка получать удовольствие от учебы. Итак, что еще, кроме, может быть причиной низкой мотивации? Первое – это состояние здоровья. Если у ребенка есть какое-то заболевание, тогда ребенок учиться не будет. По одной простой причине, что у него на это нет сил. Когда ребенок болеет или находится в состоянии борьбы с каким-то своим болезненным состоянием, тогда все силы тратятся на это. Еще не остается энергии. Второй вариант – уровень программы не соответствует возможностям ребенка. В обе стороны. То есть либо ему трудно, либо ему скучно. Так или иначе, учиться ему не хочется. Третий вариант. И он очень распространенный. Ребенок не умеет учиться. То есть не сформированы навыки учебы. А это действительно навыки. И опять-таки приятное известие, что эти навыки можно формировать. И это такой очень интересный процесс. Следующее. Накопились пробелы в знаниях. То есть особенно это школьников касается. И ребенок просто не понимает. И эти пробелы нужно просто залатать. Дальше. Низкая самооценка и выученная беспомощность. То есть когда ребенок к моменту встречи с вами и к моменту того, что вы начинаете разбираться с его мотивацией, уже понял про себя все. Что он балбес, что он учиться не может, что у него знаний нет. Ну и чего тогда вообще стараться, если все равно ничего не получается. И еще две причины, они касаются социума. Это может быть напряженная обстановка в классе, когда ребенку вообще не до учебы, потому что он разбирается со сверстниками, находит свое место в стае своих сверстников. И еще это отношение к учебе в семье, которое тоже не помогает и мешает ребенку. Давайте разберемся с этими причинами. Что же нам делать, если ребеночек попался с низкой мотивацией, ничего не желает делать и как с ним поступить? Это алгоритм довольно сложный и подробный. И я сейчас не ратую за то, чтобы вы этот алгоритм применяли вообще ко всем детям. Но если вам попался крепкий орешек, который учиться и воспитываться никак не желает, тогда по этому пути можно пройти и облегчить жизнь ребенку, ну и чего греха таить и себе тоже. Что мы делаем? Во-первых, наблюдаем и выявляем проблемных детей. Тех детей, которые не обладают высокой мотивацией. Затем берем этих детей и проводим диагностику через линейку тестов, которые как раз изучают мотивацию ребенка. После того, как мы определяем проблему, мы планируем индивидуальную работу и оцениваем свои собственные результаты. Проблемные дети у нас могут быть трех категорий. То есть непроблемный ребенок, зеленый квадратик, это когда у ребенка все хорошо с интеллектом и с мотивацией. Он все понимает, учится и познает этот мир с огромным удовольствием и вообще счастлив. Плюсики-то у нас почему идут не совсем по нилам. Ну ладно. Значит, первый проблемный вид детей. Ребеночек очень умный, он все знает, учиться ему неохота. Ну и здесь варианты. Он либо не умеет учиться, либо ему скучно, неинтересная программа, ну либо что-то еще. Третий вариант. Это когда ребеночек не владеет достаточным интеллектом, то есть ему очень трудно, и при этом он очень сильно желает учиться, потому что желает быть как все, еще лучше всех. И здесь мы идем по пути подбора программы и может быть организации учебной, либо познавательной деятельности таким образом, чтобы ребеночку помочь. Ну и тяжелый случай, когда ни интеллекта, ни мотивации, я думаю, что этот тяжелый случай уже требует вмешательства коррекционного педагога, психолога, и здесь мы работаем уже целой командой. Вот такие вот тесты на диагностику я вам предлагаю. Смотрите, они расположены определенным образом, то есть мы, когда начинаем диагностику, мы смотрим все. Опросник на выявление особенностей нервной системы покажет вам, каким образом устроена нервная система ребеночка. И может быть выяснится, что проблема с мотивацией именно там. Может быть ребеночек очень медленный, или наоборот очень шустрый. Может быть его нервная система нестабильна, и это ему мешает. Дальше. Для школьников. У Сканова анкета для оценки уровня школьной мотивации. Кстати, для дошкольников, выпускников детского сада, тоже очень хорошая анкета, потому что она вам покажет, насколько у ребенка игровая мотивация, познавательность меняется учебной, то есть насколько он уже готов учиться. Матюхина для школьников. Диагностика структуры учебной мотивации. Там как раз можно продиагностировать, какие мотиваторы у этого ребеночка работают. Внешняя или внутренняя мотивация. Направленность мотивации. Интересный тест Ильина. И диагностика групповой динамики в коллективе и методика определения самооценки как дополнительное средство, как дополнительные методы, если вы заподозрили, что дело в социуме. То есть либо что-то не то в классе, либо что-то не то с самооценкой. Ну, то есть используя вот эту вот линейку тестов, вы можете полностью исследовать мотивацию ребеночка. Ну и чем хороша вот эта линейка, эти тесты достаточно легкие в обработке, они не займут у вас много времени. Прошу прощения. Следующее. Это неумение учиться. То есть здесь ребеночек не умеет ставить учебную задачу, определять проблему, планировать действия, может быть, организовать свое время и представлять результаты в понятной всем форме. То есть вот такие вот вещи, которые ребенок не умеет делать. тогда, если мы понимаем, что ребенок умненький и просто это делать не умеет, тогда мы можем предложить ему варианты занятий, которые будут не просто давать ему какой-то результат готовый, но будут учить его учиться. Ну и это такие варианты занятий, например, как 5 почему. То есть, когда вы начинаете какую-то тему с детьми, вы их просите. А давайте вы сейчас зададите 5 вопросов почему. Например, начинаем изучать, пусть детский сад, листва деревьев, да, почему у нас листва деревьев желтые, или мы говорим про осень. И задайте, пожалуйста, вопросы 5 почему. Почему листва желтеют, почему осенью холодно, еще что-то. Коллеги, прошу оценить уровень моего звука. Вот я поняла, что помехи идут. Не очень хорошо слышно из-за помех, да? Тогда одну минутку я просто закрою окно, и вам будет лучше слышно. Вот сейчас лучше, наверное, лучше слышно? Лучше слышно? Все, тогда хорошо, движемся дальше. Следующее, это кубик блума. Вот развертка здесь у вас, и когда презентацию скачаете, то вы просто можете взять этот рисунок, скопировать себе, и этот кубик сделать по развертке. Так, звук есть или нет? Мне, пожалуйста, подскажите. Татьяна Викторовна, есть звук? Кто-то пишет, что есть все? Да, все, звук идет. Хорошо. Дальше. Вариант работы, который называется «Знаю, не знаю, хочу узнать». Как работает в этой технике? Вы говорите ребятам какую-нибудь тему. Давайте сейчас школьную тему возьмем. Пусть это будет тема... Ну, возьмем тему про природу, например, природа родного края, да? Пусть такая вот тема будет. И вы у ребят спрашиваете, а что вы уже знаете об этом? И они начинают рассказывать, например, что у нас там зимой холодно, летом жарко, смотря у кого какой климат. вот, не знаю, что не знают. Не знают, например, ну, какие растения растут, какие животные живут, и что хотите узнать. Таким образом, мы организуем учебную деятельность детей. Можно закрыть видео, да? Давайте я тогда закрою видео, потому что я поняла, что подвисает звук. Вот так вот слышно? Слышно, да? Хорошо. Смотрите, что здесь самое главное. То есть, когда вы учите детей учиться, то вы поощряете за примененные техники, а не за уровень результата. И это очень важно. То есть, вы ребенка настраиваете, фокус внимания настраиваете, не на конкретную победу, а на то, что ребеночек правильно использовал вот эти вот методы. Пусть медленно, пусть не такой хороший результат, но он смог использовать эти методы, значит, он молодец. И второе. Это поощрение экспериментирования. То есть, когда мы детей знакомим с понятием эксперимент, ну, вот интересный рассказ я нашла вам в интернете, как появилась лампочка на очень интересный. И о чем этот рассказ? Он о том, что прежде, чем появилась лампочка, было проведено огромное количество экспериментов. То есть, человек не останавливался на первой же своей неудаче, а у нас детки современные, они очень часто останавливаются на первой же неудаче, и все, и дальше не идут. А ребеночек таким образом мог экспериментировать, вернее, ребенок может экспериментировать и дальше, и в конце концов эксперименты приводят к удаче. И здесь же мы рассказываем о том, что в любом эксперименте есть этапы. Постановка проблемы, выдвижение гипотез, сам эксперимент, и в конце концов публичный доклад. То есть, когда мы рассказываем о том, что случилось. Ну и также очень хорошая работа, это знакомство детей с техниками обработки и переработки информации. То есть, когда мы говорим о том, что можно информацией, информацию обработать, вот видев каких-то схем. Ну, например, майндкарта, интеллектуальная карта, это картинка справа, или, например, вот такая вот пирамида блума, типы заданий. То есть, я знаю, я понимаю, я знаю, как это применять, я могу это проанализировать, могу объединить с чем-то и могу дать этому оценку, этому явлению. Вот такие вот разные приемы. Я думаю, что вы знаете их еще много-много-много, больше, чем я, поэтому просто применяйте эти приемы. Дальше, давайте мы поговорим о роли семьи. Ведь деточки у нас живут в семье, и когда ребенок приходит к нам, он приносит с собой представление своей семьи о том, каким образом устроен этот мир и вообще, как можно в этом мире жить. Ну и уже ученые определили, что если у родителей есть среднее специальное или высшее образование, и при этом родители очень довольны своей жизнью, если в семье спокойные, доброжелательные, демократичные отношения с разумным контролем и положительное отношение к достижениям ребенка, то есть он приходит, делится своей радостью, «А я сегодня склеил поделку, а я сегодня получил пятерку по-русскому». И он говорит, «Да, ты молодец, это здорово, мы тебя любим, мы тебя поощряем». Тогда ребенок будет учиться с удовольствием. Но если родители сами не проявляют интерес к познанию мира, то есть они чего-то уже добились, какого-то минимума в своей жизни, и больше они не хотят ничего добиваться. Либо, если идет постоянная критика ребеночка и сравнение с другими, если успехи ребенка не являются ценностью и родителям не угодить, если есть гиперконтроль, либо отсутствие контроля, тогда учебная мотивация формируется хуже. Ну и есть еще и скрытые причины, то есть это вообще уже, конечно, работа психотерапевта, но если вы увидели, что вы сделали все, вы потестировали ребеночка, увидела вопрос про старшеклассников, сейчас отвечу после того, как закончу свою мысль. Вы ребеночка потестировали, вы никаких причин не нашли, но вы увидели, например, выученную беспомощность, то есть он сказал вам что-то такое, ну, что бы я ни делал, все равно получится плохо. Или вот у меня опять руки косорукие, я опять не то сделал. То есть здесь уже понятно, что это какая-то такая глубокая сложная причина, и здесь бы вмешаться хотя бы психологу. И есть еще очень глубокая причина, с которой я несколько раз сталкивалась, и звучит она так. Представьте себе, что есть родители, которые не очень довольны своей жизнью, вернее, вообще не довольны своей жизнью, они живут как-то очень-очень плохо, и они своему ребенку говорят, вот ты сейчас учись, чтобы не быть такими, как мы. Вроде бы фраза, она прекрасная, но обратите внимание, что в этой фразе есть скрытый смысл. Когда ты выучишься, то ты будешь не в нашей семье, ты будешь не такой, как мы, ты будешь не в нашей семье. И тогда, как бы родители не выталкивали ребеночка, если он себе эту мысль усвоил, буду учиться, буду жить хорошо, значит, я оторвусь от своих родителей, он побоится отрываться, он не будет учиться. И третья причина, ее тоже сложно обнаружить, потому что она социально очень-очень приемлема. Почему с этим сложно бороться? Потому что она выглядит красиво. Это воспитание в стиле ребенок «Мой проект». Это очень и очень хорошие, положительные, классные родители, родители, которые ребеночку с рождения уже все расписали. Сначала у него будет супер детский сад, потом у него будут кружки, обязательно иностранный язык, какой-нибудь профессиональный спорт, что-то еще, потом спецшкола какая-то там, ну, в хорошем смысле слова, да, то есть школа с углубленными знаниями, затем институт и так далее. Все расписано, и ребеночек по этому пути идет, но его нутро начинает сопротивляться, потому что в конце концов, даже если родители сценарий расписали, в какой-то момент личность ребенка вылезет на поверхность и будет протестовать. И страх ошибки – это тоже такая интересная вещь, то есть ребенок боится ошибаться, потому что если он ошибется, он подведет родителей. Если он подведет родителей, значит, это все катастрофа для родителей будет. Родители расстроятся, тоже очень плохо. Поэтому ребенок старается не ошибаться. И как можно не ошибаться? Нужно ничего не делать. Самый простой путь – не совершать ошибок. У нас здесь два вопроса. Как мотивировать старшеклассников? Смотрите, здесь есть очень тонкая грань. Где-то 15-16 лет. То есть если речь идет о детях до 15-16 лет, то есть это вот ранний первый подростковый возраст, то там они выполняют свою текущую задачу возрастную, то есть они находят свое место в стае. И вся голова занята вот этим. Как найти друзей, как понравится девчонкам или мальчишкам, про учебу вообще никто не думает. И единственный вариант заставить детей хоть как-то учиться, то есть просто не просесть в знаниях в эту переходную эпоху, это сделать знанием и хорошую учебу способом подняться в иерархии детей. То есть если вы настроили работу в классе таким образом, что дети, которые учатся хорошо, то есть не просто учатся на пятерке, а они стараются учиться, и они в классе занимают привилегированное положение, и вам это удалось, то есть тогда дети будут стараться учиться и подтягиваться вот под этих лидеров. Если же нет, учиться никто не будет. Но после 15-16 лет, когда эта лихая эпоха проходит, дети начинают задумываться о будущем. И после 15-16 лет они учатся очень прицельно, то есть они уже какую-то свою сферу выбирают и начинают в этой сфере развиваться. Остальное, ну там, на четверочку, троечку и так далее, а в этих сферах они идут нормально и уже учатся из интереса. Здесь как бы работа на будущее идет. И как здесь детей мотивировать на учебу? Показать будущее. Показать будущее, показать, что можно в будущем добиться, если выучиться, и это реально так. Знакомить с людьми, например, которые добились большого в этой жизни. Говорить про профессии, то есть показывать, куда дальше идти. И это тоже детей очень хорошо мотивирует. Любовь нам пишет, Любовь Грехова. Хотела уйти с третьего курса института, так как был большой объем изучаемого материала. Было двое детей, муж и работа. Сестра задала вопрос, почему? И совет запомнила на всю жизнь, сама применяя в работе. Прочитав страницу текста, одним предложением передая ее содержание. Я училась на биолога, это сработало. Учиться люблю до сих пор. Интересно, есть то, что знаю, есть новинки для меня. Спасибо за вебинар. Вебинар у нас продлится час, отвечаю Ирине. Спасибо, Любовь, за вот такое хорошее высказывание. Это как раз, наверное, про умение учиться. Ну и теперь то, что зависит от родителей, мы с вами разобрали. А теперь то, что зависит от вас. Это модели управления учебной мотивацией. Модели управления учебной мотивацией. Сейчас поговорим об этом. То есть, когда мы организуем работу в классе, либо в группе, то мы берем за основу какую-то из этих моделей. Почему мы берем именно эту модель? Здесь такой вот очень сложный вопрос. И, скорее всего, здесь сойдутся несколько факторов. Ну, например, фактор того, как вы понимаете отношение к учебе, как вы понимаете сами успешность, насколько у вас проявлены лидерские качества, ну и от многих-многих других вещей. Ну и каким образом мы можем организовать работу в детском коллективе. Первый вариант – это то, что называется гонка за лидером. Это вариант, при котором декларируется ценность хороших отметок либо ценность результата. То есть, здесь мы идем за результатом. Это когда дети стараются получить пятерки либо получить лучший результат. И мы хвалим тех детей, которые получили этот лучший результат. Мы их поощряем всячески-всячески на уровне родительских собраний и так далее. В группе в детской происходит вот что при этом. Смотрите. Во-первых, декларируется, прошу прощения, происходит деление на касты. И часто вот в гимназиях, например, или в каких-то еще учебных заведениях мы можем увидеть вот такие вот группы, кастовость в группах. То есть, тот, кто хорошо учится, тот крутой. Кто нехорошо учится, тот вообще где-то там в отстающих. Он явно не лидер и явно он не ценен для других детей. Вот такое вот встречается. Но и на самом деле учиться в таких командах очень-очень сложно. Когда детки дорастают там до 10-11 класса, то именно в таких командах возникают либо там какие-то суицидальные попытки, либо какие-то жесткие разборки, там борьба за пятерки и так далее. И когда педагог создает вот такую систему, то отношение педагога к ребенку зависит от оценок. Хорошо учишься, будет хорошее отношение. Плохо учишься, будет плохое отношение. Вроде бы тоже это должно подстегивать, но палочка о двух концах. И плохо здесь то, что, допустим, ребенок, который сидит в тройках, ему вылезти на следующий уровень очень-очень сложно. К нему уже относятся плохо. Детки его поклевывают, называют там нехорошими словами, говоря о том, что его интеллект не очень. И таким образом он на четверке перепрыгнуть не может. Еще и педагог к нему предвзято относится. Опять-таки, вот такая модель организации учебной деятельности, она где-то и нужна. То есть я думаю, что мы сейчас, когда я все модели расскажу, мы обсудим, а где лучше применяются вот такие вот модели. Второй вариант этой модели, когда преподают педагоги с высшей категории, либо, ну вот, допустим, есть учебное заведение, где преподают педагоги из институтов, университетов. У нас в Екатеринбурге есть, например, такие учебные заведения, когда профессора из института приходят там и преподают. И получается, что сами педагоги, они задают очень высокую планку, и до этой планки дети добраться не могут. Следующая, класс-лаборатория. Здесь учеба как исследование. То есть здесь педагог создает общую картину, и общее настроение такое. Мы здесь с вами собрались, чтобы экспериментировать. Мы здесь собрались, чтобы исследовать эту жизнь. А здесь, так, секундочку, слышно меня? Здесь вот в этой системе организации учебной деятельности поощряется самостоятельная деятельность. То есть если ребенок решил задачу своим способом, то он точно двойку не получит. А получит хорошую оценку, его еще и похвалят. Если ребенок-дошкольник, например, сел рисовать, и он рисует не по шаблону, нужно нарисовать, например, рябинку, и все рисуют веточку, а он решил рябиновую рощу нарисовать, и нарисовал, то тоже его не поругают, и скажут, ты все равно молодец, вот такая вот работа интересная получилась. То есть исследуется мир. Мы не говорим про ошибки. То есть здесь педагог не зацикливается на ошибках. Он говорит про эксперименты. Много совместной проектной деятельности на всех уровнях. То есть готовые какие-то знания не отдаются ребенку в разжеванном виде, а много там проектов. Например, если это детский сад, то давайте мы с вами выясним, как растет растение, как там развиваются рыбки, как сделать ракету и так далее. И в этой проектной деятельности участвуют все. Дальше. Здесь ценен каждый ребенок. То есть каждый ребенок, несмотря на то, с какими оценками или с каким уровнем интеллекта он к вам зашел, то он все равно идет своим путем. И даже если у него что-то не получается, все равно люди, окружающие взрослые, говорят о том, что он ценен, он важен, и в конце концов он очень сильно любим. Для деток очень важно. И здесь динамика группы находится под контролем педагога. В принципе, и в первом варианте педагог контролирует динамику, но там это очень жесткая иерархия, а здесь педагог смотрит, чтобы из системы никого не выбрасывали, чтобы не было деток, которые плохо себя чувствуют вот в этой ситуации. Чтобы не было деток, которые, ну, например, вылезли в отличники, да, или они вот такие самые замечательные дети в детском саду, да, и они зазнаются, да, по-простому говоря. То есть обязательно педагог такого поправит товарища, да, и скажет, хорошо, ты все знаешь, давай объясни другим. В таких группах очень хорошо выражена взаимопомощь детей. Они помогают друг другу, и класс-лаборатория действует. Плюсы и минусы. Плюс, что здесь всем хорошо, минус, что в этом классе дети могут немножко подрасслабиться, и опять-таки результат же у нас тоже должен быть учебной деятельности, да, и детки здесь могут немножко отвлечься от результата и увлечься процессом. Но опять-таки для педагога очень важно самому все это регулировать. Еще один вариант. Группа «Дружная команда». Здесь обычно руководитель, педагог, это такой компанийский человек, который может детей организовать, и для которого ценность общения становится на первое место. Очень хорошо подходит для подростковых групп. То есть если педагог организует таким образом, свой класс, то подростковый возраст, класс пробежит очень легко за счет вот этой дружности. То есть дети будут приходить в школу, как они сами говорят, вроде бы у меня даже что-то не получается, там трояки, но в классе так классно, такие ребята хорошие, и учитель встречает утром, или воспитатель в садике встречает, и всем очень хорошо. Ну и в занятиях и учебе ценится прежде всего совместная деятельность. То есть мы делаем что-то вместе, и мы от этого получаем очень большое удовольствие. Также здесь практикуется помощь отстающим со стороны других детей и педагога. Ну вот у меня младший ребенок учится именно в таком классе, и классный руководитель может, например, в воскресенье прийти к кому-нибудь отстающему и помочь ему выучить стихотворение. То есть придет домой и будет учить с ним стихотворение. И другие тоже ходят, помогают выучить уроки. И здесь отношение к ребенку не зависит от оценок. Плюсы всем хорошо, минусы, опять-таки на оценки мало внимания обращаются. То есть уровень образования в такой группе, он может быть невысоким достаточно. Ну и четвертая система это отсутствие управления учебной мотивацией. То есть когда педагог не задумывается вообще о том, чего происходит в группе либо в классе. И динамика группы не контролируется. Пришли, отсидели, ушли. Я надеюсь, что это не про вас. Даже я уверена, что это не про вас. Но если кто-то видел такие детские коллективы, пожалуйста, поставьте значок «Огонек», чтобы мы видели, что такое бывает тоже. Так, и второй вопрос вижу. Сейчас у нас есть время, я буду отвечать на вопросы. Я уже заканчиваю, и все вопросы будут отвечать. Так, минусы, отсутствие личной жизни у педагога, профессиональное выгорание. Это, наверное, про класс, дружная команда сказано. И да, я с вами согласна. Вот, модель «Выжить на Диком Западе» она выглядит таким образом. Здесь авторитетом является физическая сила. То есть это вот пацанчики с района, они там самые главные. Шучу, конечно. Но, тем не менее, отличники часто они, наоборот, в изгоях. И их обзывают всякими нехорошими словами. Например, ботаники и так далее. И они не из самых лучших. И бывает так, что ребенок для того, чтобы попасть вот в верхние этажи этой иерархии, перестает учиться и съезжает на низкие оценки. Группа делится на кланы. Внутри идет борьба за лидерство. И всем вообще не до пустяков тут бы выжить. И как уже учатся, не важно. Ну и хорошая учеба не является способом повысить свой авторитет или вообще презирается. Поэтому здесь учебная мотивация. Она страдает. И она страдает именно из-за того, что социум вот такой вот. Ну и, собственно говоря, смотрите, какая роль педагога в формировании учебной мотивации. Мы можем сейчас вот из этих вариантов, конечно, Дикий Запад не надо устраивать в своей группе учебной, либо в группе детского сада. Но мы берем три плюса. Поощряем высокие достижения, помогаем осваивать учебные навыки и создаем дружелюбную обстановку в классе. Если вам удастся в равной степени делать вот это вот все три вещи, тогда вы будете вообще молодцы. Вот. Ну и смотрите, сейчас у меня осталось время на то, чтобы ответить на вопросы. Первый вопрос был про студента, который не видит ошибки. Смотрите, здесь нужно потестировать этого студента и, может быть, сходить к нейропсихологу. Потому что это может быть результат работы нервной системы. Вот так она работает. То есть здесь надо сначала выяснить, почему, прежде чем студента ругать, за то, что он нехороший, выяснить, почему именно так. Модели, применимые в коррекционной школе. Вы не написали, какая коррекционная школа. И я подразумеваю, что это седьмой-восьмой вид. Какая здесь модель. Смотрите, то есть здесь у нас, если мы берем седьмой-восьмой вид, то есть это СПР и умственная отсталость. У нас социальные модели, вернее, вот эти вот социальные мотивы, они тоже будут. То есть здесь детки очень чувствительны к похвале. Их постоянно нужно поддерживать именно похвалой. Это вот из внешних мотиваторов. И они очень чувствительны к тому, что, допустим, если хорошо учусь, то принадлежу к определенной социальной группе. Я такой же умный, как мама. Вот. Страх наказания работает плохо. Ну и что касается внутренних мотиваторов, из внутренних мотиваторов будет очень хорошо работать радость победы. Вот эта вот дофаминовая радость победы, она срабатывает. И дети здесь, может быть, не обладая интеллектуальными знаниями большими, они все-таки за радость победы будут бороться. И им, опять-таки, очень важно говорить, что они победители. Потому что и седьмой, и восьмой вид детки, у них, при том, что интеллект нарушен, у них самооценка, самосознание и желание быть хорошим, оно такое же, как у детей с нормальным интеллектом. Вот. Про мотивацию. Есть ли, коллеги, еще вопросы? У нас есть время на то, чтобы я поотвечала еще. Смотрите, в любом случае, когда вы работаете с мотивацией, и если у ребеночка, ну, либо у студента, либо у вас тоже все плохо с мотивацией, если вы тоже вдруг в прокрастинацию скатились, тогда начинайте с линейки тестов, все-таки разобраться, в чем дело надо. Потому что мы можем педагогическими методами, например, повышать, повышать, и повышать мотивацию, оказывается, у ребенка там проблемы со щитовидкой, и ему вообще не до пустяков. Или у него там инсулин высокий, и это тоже гормоны, которые высаживают мотивацию сразу. Поэтому мы начинаем с исследования, и прежде чем браться за педагогические методы, все-таки выясняем, а чего там с ребеночком происходит, в его здоровье, в его теле, в его семье, в его классе. И потом уже, когда у нас целостная система есть, то мы какие-то решения принимаем. Вот. Если нет вопросов, тогда разрешите на этом закончить. Спасибо вам, что вы были на этом вебинаре. Мне это разделили со мной. Вот эту радость познания. Мой личный мотиватор — это интеллектуальная деятельность, поэтому там, где можно поработать интеллектуально, я безумно-безумно счастлива. И спасибо за это и вам, и платформе, на которой мы сейчас с вами работаем. Директ Академия, Директ Медиа. Спасибо вам за гости и приемства. Я работаю третий сезон и не перестаю вам восхищаться. Татьяна Викторовна, весь коллектив. Я очень рада, что мы с вами дружим. Желаю вам хорошего, прекрасного лета. Ну и до встречи уже, наверное, в сентябре. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok